Улица Самолетная на окраине Ижевска часто попадает в поле зрения пожарных. Вот и сегодня огнеборцы в преддверии зимы выясняют, как жители подготовили свои дома к морозам. В первую очередь проверяют, нет ли трещин в печах, исправны ли электроприборы. Указываем недочеты по печному отоплению, либо по электрооборудованию и даем рекомендации к устранению данных нарушений. Самые основные нарушения по печному отоплению у многих людей не бывает притопочного листа. Либо он есть, но по размерам он меньше необходимого. Также у некоторых людей встречается непобеленная печь. Именно дровяная печь и дымоход – источники опасности. Ижевские огнеборцы поставили эксперимент и наглядно объяснили, из-за чего именно возникает пожар. Вот на этих кадрах видно, как обшивка потолка начинает тлеть. От огня не спасает даже современный дымоход из сэндвич-трубы. Согласно действующим нормам, расстояние от внутреннего канала дымохода печи до горючего перекрытия, и при этом это перекрытие защищено, должно составлять не менее 380 мм. Мы обошли массу магазинов подобной продукции. Ни один короб не соответствует тем размерам, которые предъявляются правилами. Сотрудники МЧС напоминают, не стоит перегружать электропроводку, не полениться и выключать на ночь все электроприборы, кроме холодильника. В холода старая проводка может не выдержать нагрузку от одновременно работающих обогревателей и других приборов. Возникает короткое замыкание, загорается, и у нас очень часто по всей длине этот провод. А провод тянется по ковру, по мебели. А представьте себе, если ночью случился пожар. Желательно не использовать для постоянной работы сетевые фильтры на 2-3 часа в день и не заполнять все розетки. А еще спасатели советуют установить в домах пожарные извещатели. По данным МЧС, только с января по апрель этого года из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления и из-за проблем с электропроводкой произошло более 300 пожаров. Пять человек погибли. Самая сложная обстановка в Завьяловском, Игринском и Малопургинском районах. Роман Вагенов, Лядя Риндяев, Новости. Субтитры создавал DimaTorzok